что-то прямо в одном том же месте каждый раз мы просто так за рейс мы же тебя тоже кидать и не смотрел ты куда они то есть еще мы так подумали что типа может он оружие перепрятал то есть не хотел бы от его отвозить на свое место может на тренарных спрят да блин а ну чё за говно бак давай макс вот тут от это уже так купал даже на суши по имей совесть хотя бы чё надо опустите хочет чё надо я ваша машина какие нам друзья то мы только вообще подъехать они сотрения просто нападают зря не так поехали догоним их куда поедет и вот их догнал что мы догоним что мы сделаем поехали к догоним что за ящик а что такое то а где пацаны пацаны а это был ящик этот или они подкинули а чем пахнет теперь они за все ответить и вы тоже вместе с ними ответить ну и что мы наоборот помочь хотели сейчас на что он обосрался вот так вот так вот закурил на камеру видно я думаю должно быть надо увеличить он прям вот так он же не убьет всех ну кстати от него я не знаю что ожидать мы можем с крыши поехать до его уже на как будто съезжать начало прямо на месте ребят всем привет в данный момент мы находимся с кириллом снова в деревне в которой у нас сейчас происходят непонятные вещи с участковым и с пацанами которым мы помогаем на данный момент пацанам угрожает опасность потому что они осуществили наш план и подбросили ящик с расчлененным телом жителя этой деревни участковому в машину поэтому неизвестно чем может все это обернуться именно по этой причине мы сюда и приехали сейчас мы короче встретимся с пацанами с ними обсудим узнаем вообще как сейчас себя ведет участковый потому что наша цель его максимально сильно запугать чтобы реально он постоянно был на панике пацан нас уже ждут около свинарника перед началом видос подпишитесь на канал поставьте лайк набираем 40 тысяч лайков и я бы сказал продолжение а сейчас мы уже с двигаемся на реки находятся буквально домами отсюда то есть ехать внутри потому что ну мы уже в этой деревне находимся в общем-то план у нас никакого вообще нет у тебя какие-то мысли у меня вообще ноль ничего не ребята очень сильно подставились это факт это что мы планировали осуществить этот план и вообще по-другому чтобы не было никаких зацепок на то что это мы подбрасываем этот ящик но уже назад пути нет поэтому надо отталкиваться мне лёха писал еще то что типа сейчас же они учиться вышли первый день и люк появился в школе и он сказал что в теории можно с ним сегодня встретиться я так понял у него наказание именно прошло такое но он сказал типа попробует он сам ничего не знает вот я я же ему написал что около свинарника чтобы лёха вадим подошел и по возможности люка как раз у люки можно узнать что как дела с люкой мы ребят у меня в руках сейчас ровно полмиллиона рублей и эти деньги я хочу сейчас вложить для того чтобы заработать в итоге с них гораздо гораздо больше я миллион раз вам рассказывал про компанию avalon с которой я работаю вот она оттуда когда-то уже вывел миллион рублей и сейчас на счету 121 тысячи рублей и мне сейчас очень нужны деньги если я буду делать вклады вот из этих 120 тысяч допустим 120 тысяч я вношу нет на 7 дней вот я внесу 120 тысяч на выходе получается 31 ты что и за неделю я зарабатываю 11 800 это конечно неплохо все создал депозит на фоне моих проблем с машиной учитывая как мне нужны сейчас бабки мне этого сейчас будет вообще недостаточно зарабатывать гораздо гораздо больше поэтому я сейчас прям схожу до банкомата закину себе на карту вот эти вот пол мульта и затем закину уже на этот счет и тесно перед вами потом отчитайся вам покажу пока их не буду водить пусть пока копится потому что там реально очень сильно наращивается капитал и поэтому нет смысла зря и тогда вывел миллион рублей но надо было чтобы купить краски тачку то не в курсе на волоне реально очень легко зарабатывать я там уже работаю более года многим и подписчики там сидят уже кидают мне скрины со своими заработками здесь не надо ничем разбираться вам просто нужно создавать депозиты и все то есть вы инвестирует сюда любую сумму от 100 рублей можно выбрать вклад на 24 часа на 7 дней на 14 дней на 28 дней и естественно чем больше брать срок тем больше вам начать процент короче ссылка на волон укажу в описании под роликом если вас заинтересовало а я думаю если ты любишь деньги то тебя это заинтересует как видите я сам сейчас буду вкидывать туда уже естественно не 100 рублей нужно потому что больше денег ссылка в описании думаешь участковый реально будет мстить там ну я же тебе еще в прошлый раз думал сейчас загнанный как зверёк ну в смысле загнанный мы же это нигде не афишируем мы же никак это не разглашаем ты лимфа я не вижу вообще с кем это но я вижу что не в красный слез чё выйдем чё ты как оклемался немножко ничего хотя отец что дома получается вообще не выпускали все зимой я в школу сейчас они думают что ты в школе нет на учат пускает на улице даже упускает но локдаун был его не выпускали сейчас он прошел как школу ходит и на улицу же опускают то есть ты получается и так скрывался по лесам и детей еще пусть наказали за это мы его за ты наказали так понял то что уже что-то там с ним поговорил да и на это это был когда опять но не тогда в прошлый раз в прошлый раз же мы же обсудили да то что он что-то как там запугал но сейчас сучка у меня никаких проблем да нет вот я вот видел про луки с ним проходил на меня так посмотрел и быстро пошел нет это когда прям вот на днях было вчера слушает новый раз ящик уже после ящика получается было сейчас а во сколько это было не подкажет часов 6 мы во сколько закрывает все сделали не помню сколько там был но у нас это за вчера же был короче примерно сутки прошли после этого ну да он прям вообще-то и между дуга мы какой как-то определил что в нервную кому-то куриц прям ну прям такой нервный весь был потом на меня посмотрел не смотрел он опять пошел быстро он те вообще ничего не сказал то есть не так что ждем вадимы и дальше решаем очень на связь не уходит а чё не ухать на связь да не знаем мы чуть у вас во сколько уроки за кого во сколько разошли его школе не было мы типа наверное ну пару дней назад наверное играли пошел потом пошли магазин купили там поесть типсов не мальчик такой посидели разошлись и все его может просто наказали возможно потому что он же давать нахватался вот как мы так вышли не настойно он нахватал двоек а в школу почему он тоже не пришел еще же нас газа наказание такое что школу не пускают не мог ли участковый херни натворить мне кажется после того раза вряд ли зачем ему вообще тогда вадим какой ему интерес именно вадима илюх понятно у него хоть какие то есть условно связи с этим с оружием но он а вадим то здесь вообще не причем он просто как как шилов в смысле вадим тачку его угнал закинул ему ящик туда слушай из-за этого сейчас у него сейчас другие но это да это долго объясняет смысле это его основная проблема чем сейчас нервничать и курит я думаю сейчас вообще не до ящика неужели участковый мог что-то сделать ну как так то давайте искать его опять а где его вообще можно сейчас посмотреть поискать там есть пару мест давайте в машину сейчас сядем и отсюда на давайте по холоду что один попадает то 2 а я тоже кстати писал вадима если даже не смог списаться то что все он не заходил даже прям уходить туда слушай это очень странно может быть до участкового доехать спросить куда не знаю ну как тут находили постоянно в дом как варик да но если только туда у вас есть какие-то предложения но мы можем сходить в одно место нашу кроме погнали где мы все сидим тогда можно ждать и задум шоу нас типа там не ну мы с вами спорили а ну давайте лучше мы одни почему 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 наши единственное место мы не хотим его полить огромное место но далеко отсюда вообще доедем куда вся кто туда едем а там уже выйдете чтобы он тут недалеко мы что сколько вас ждать примерно 5 максимум нам сейчас летим подгоняем ты выходить патри там ли вадим или нет ну да на всех случилось чем быстро плечу а почему тогда на свете не выходит если даже он там чё за бред вы что-то разводите нас ничего не что-то не договариваете что произошло то мы сами не знаем вот эти как объясняю мы играли в футбол потом пошли купили поесть посидели еще и разошлись больше мы его не в это время как распространено сети был странно ну вот он домой получается пришел зашел и вышел сразу только телефон у кого у тебя есть да еще тебе позвонить можно будет запишем свой номер записывать свой номер чтобы сейчас с тобой сразу связался просто они сейчас уйдут на 10 минут еще нам дальше сделать если они час не вернутся на что мы не вернутся не знаю ну легкий у меня есть телефон на всякий случай вот его до я еще не записал он не записал что забыл свой номер и не так написал позвон то я сделать да да сейчас надо давать к нему жду а сейчас их фонда не заплачил даже но он не забыл чего значит что лазишь и думают я там нафига не фоткай на его же телефон понял да типа ой не фоткай меня сидит да 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 ты не не узнаешь лёху ничего как прическа и цену не такая же смотрит тенькую тачку я просто не разбираюсь что-то в городовой я снимаю мы договариваются на видос бы снимать давать я не буду там с вами лёх пробиваю мы договорились давай думать уже насчет вадима я понял что вы играли так да не на угарную сейчас вообще не дашу для меня я понял он уже телефон на место у нас чувак просто пропал я понимаю пропал но они сейчас узнают что нам делать все равно у нас информация не будет вот я понимаю что я понимаю что вот хорошо Давай бегите за мячом. Парень, подай, пожалуйста, мяч. Ладно, давай я сейчас бегу. Можешь, пожалуйста, мяч дать? Мой? Здравствуйте. Да, мой. Вы что, что ли? Почему? Потеряй его больше. Может, не верну. Спасибо. Узнаешь? Да, это сын маньяка, который, возможно, самый... А что он здесь тер? Тихо, тихо. Хорошая штука. Почему? Теряй его больше. Может, не верну. Спасибо. Он сказал, они поиграли, сходили в магаз, пили пожрать, и после этого Вадима не было. Ты думаешь, он как-то со сведет? Слушай, он вообще в богословке оказался. Стоя, помнишь, самые первые дни? Как мы тут оказались в деревне? Слушай, мы приехали со своими фотками, за нами в итоге наблюдал, вот на пенсионернике сам маньяк. Просто... Ты здесь обитает, получается? Может быть, у него здесь какая-то, я не знаю, локация, местонахождение. Я ни разу за все время здесь не видел. По факту нас, получается, маньяк туда и привел на это место, нет? Нам вкинули фотку изначально вот эти фотографии. Дальше, то есть, мы связались, то есть, познакомимся с этими пацанами. Блин, это странно. Ну, можно он такую многоходовку сделать, потому что изначально он всплотился. Нет, 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 это просто совпадение. Либо, либо он хотел нас как-то отвлечь, просто чтобы мы ему не мешали, что, в принципе, так и получилось. Сколько мы здесь времени и сил потратили, ты сам знаешь. Ну, просто странно. Ребята, вы можете посмотреть, вот первый видос вообще, в принципе, как мы здесь оказались. На пересмотренных кадрах здесь был маньяк. Ты помнишь, прекрасный ты сам. Понимаешь, Вадим, возможно, у него реально? Да ну блин. Это Вадим снимал на телефон? Вадим, ну, голос Вадима, да. Ну, а кто снимал на телефон Лехе просто получается? Да. И он как раз к ним подбежал, он сказал про мячик, что он может не вернуться, а в итоге не вернулся Вадим. Ты думаешь, это отсылка была? Позвони Илюхе, попроси, чтоб он позвонил матери Вадима. Сейчас. Чтоб он просто не узнал. А вот пацанок. Ты чё телефон-то оставляешь? Нет. Когда видос этот снимался? Когда снимался видос? Что это за человек? Вот это кто такой? Мячик нам подал просто. Ёх. То есть вы с ним не знакомы? Нет. Да. Короче, ну, как я и думал. Чей видит? В этот день или Вадим пропал? Ну да, как раз мы поиграли мяч, пошли. Макс, ну... И он пропал, то есть после... Пиздец. Это вообще жопа. Звони матери Вадима. Просто звони, поговори. Звони даст. Спроси, а дома он там и как далее. Узнавай. А чё это кто, я не пойму? Чё? Будешь говорить ему? А как объяснить, я даже не знаю. Я тоже номер... Вадим не берёт. Мы на звонили. Ты мамке его позвоните. У тебя по-любому есть. Помнишь первый день, когда мы искали Илюху? Да. Мы потом на кадрах запалили то, что за нами там в халате следил какой-то непонятный человек. Маньяк. А, ну... Понял? Кто это был? Это он. Это он. Серьёзно. Он. Тихо. Илюха звонит. О, здравствуйте. А Вадим дома? Нет, не с нами. Не, никого. Не говори, что ты. Сейчас просто узнай, не пугай её только. Да. А он когда ушёл примерно? Да, тихо. Нормально, нормально. Да. Ну ладно, да. До свидания. Чё у нас тут? Чё сказал? Он сказал, типа, он отпрашился в Крёхе на ночёвку вчера. А мне? Что? В смысле? То есть, он сам отпросился. Ну, знаешь, не маньяк, он нихера забрал-то. Он сам отпросился. Чё, маньяк его уговорил отпроситься? Слушай, но... Ну, значит, он обманывает нас всех, получается. Не, погреть телефон. Не, но это имеет место быть. Если маньяк и... Маньяк, как ты понял, он не совсем уж тупой. Людей похищает он из детских площадок, заманивает их конфеткой. Может, он Вадим и чем-то другим там подманили. Чё? Чё он любит? Байки там любит? Всякую вот эту фигню. Ну, деньги любит. Может, он чё-то... Я вообще не знаю. То есть, ты так говоришь, как будто маньяк должен именно прям напасть, вырубить и так далее. Мы жил за ним, как ты это... Увиделся, я сюда дорожился. Как он... Чё у них общего? Как они могут подружиться? Чё за бред? Чё нам делать, Маш, сейчас? С понятием в своем месте, в то естественно, никого не нашли. Зацепка тоже, то есть, не было следов, то что он там вообще был. Я не знаю, что делать. К участковому? Давайте попробуем. Ладно, он не будет, он мне кажется, только порадует, что у нас проблем не будет никого искать. Но это явно, получается, участковый тут виноват. Ну, слишком очень много максов падений. Маньяк тут? Вот блин, но интересно, каким образом маньяк связан с этим местом? Ну, всё время в этом вообще не без. То есть, мы изначально, получается, вот тогда его увидели, вот как раз таки в семинаре, что иначе тут делать. Чё тут делай? Слушай, Макс, а можно взять пару слов с пацанами? Сидеть в машине. Макс, смотри, у него есть такое предположение, не знаю, может подписчики тоже что-то напишут. Ты сейчас спросил, ты меня как раз и подвёл на эту мысль, почему он раньше здесь не появлялся. Потому что у нас были проблемы. Может быть он как-то был в курсе, допустим, всего. И то, что мы сейчас плюс-минус относительно всё разгребли, нам здесь появляться сейчас по сути-то и незачем. Грубо говоря. Почему это всё вообще? Может он что-то хочет устроить, чтобы мы снова здесь были заняты, постоянно помогали, я не знаю, как ты думаешь? Ну блин, ну это очень странно. То есть он появился в тот момент, когда начались проблемы. Когда они закончились, он снова появился. Ну понятно, что они не полностью ещё закончились проблемы. Неизвестно, что за оружие и так далее. Может он озлобленный после той ситуации последней, когда мы его сбили. А вы пока не понимаете, о чём речь. Да. Вы увидите всё. В субботу получается. Ты думаешь, стоит заливать этот вообще, в принципе, момент? Ну ты рискуешь, что если видос просто заблокирует? Чувак, да заблокирует. Ты видел, что мы с ним сделали? Блин, ну типа подписчики безобидные. Да он выжил, он же выжил, значит мы ни хрена ничего ему не сделали. Ну это типа жёсткий контент, я не знаю. Тебя заблочат просто канал. Короче, ребят, сейчас к другому подводим. То, что возможно, он реально на нас очень сильно озлоблен сейчас. Ну это не удивительно. Тогда почему страдают пацаны вообще, которые к этому никак не причастны. Короче, хрен его знает. Куда нам сейчас идти? Я вообще не понимаю. Давай сейчас без камеры с пацанами пообщаемся и её решим, давай. Ну у нас ноль зацепок получается вообще. Смотри, а если видео пересмотреть, или может быть Лёха увидел в какую сторону, ты не помнишь в какую он в сторону пошёл? Просто мы можем хотя бы туда проехать хотя бы... Вроде там же остался. В смысле он там? Отрел на нас, а потом ушёл. Ты как поймёшь, какую сторону он ушёл? Он просто стоял в камере лицом. Он мог идти в какую угодно сторону. Это может куда он? Собой отправил. Помогите, пожалуйста. Я не вижу. Пожалуйста. Помогите. У меня глаза, я ничего не вижу. Ничего не видит. Ничего не видит. Ничего не видит. Ну я надеюсь, что там как саньком просто что-то он закапал туда. Короче, пацаны, чтобы вы понимали... Он вырезает органы людей. Ну что, ищущий, да? А вы сюда не можете? Можно мне на секундочку это послушаю? Что мне показалось? Он как завод, как будто станок какой-то рабочий. У меня глаза, я ничего не вижу. Ничего не видит. А... Покиньте, пожалуйста. У меня здесь нет. Поезд. Поезд. Явно слышно поезд. Мне кажется, этого сейчас стану... А какой поезд? У нас ближайшая... Это как железная дорога вообще на другом конце города, в Терновке. Нет, вот у нас рядом. Где? Где 18? В Терновке только железная дорога, где Заречный? Нет. Нет, только 18-ая дорога. Чего вы мне рассказываете? Я тебе серьёзно. Поехали, быстрей. Не знаю, у нас всё равно зацепь. Я не понял, где эту дорогу? Как сейчас прямо как... Ну ты понимаешь, это неспроста. Он скинул эту запись. Ну если он это записал, значит маньяк дал ему записать. А дал ему записать, он ему это не просто так. Сейчас пацаны тогда покажут сюда дорогу. Вот здесь недалеко. Вот сейчас вот зигзаг проедешь и налево. Там, видишь, в газете стоять было. Это вот к тем заброшкам высоким. Нет, нет, нет. Вот сейчас прям будет. О, я в... Вон видишь газете стоять? Да. Я увидел. Реально дорога там? Может мы летом... Здесь же... Деревья были. Да, деревья, листья зелёные. Вот здесь налево. А здесь там дорога есть куда? Да, да, да. Фото с чем-то гнилым воняет. Очень сильно воняет здесь. Так, куда и дорога ведёт? Вот. И сразу пешком. Сейчас тут машину оставлять. Пойдём тогда. Пойдём. Ну блин, ты сам понимаешь, сколько у нас протяжённость дорог. Единственный шанс, что... Потому что это рядом прямо с богословкой. Но скорой тут нет никакой. Вот чё. Он же не всегда, наверное, скорой. Не знаю. Погнали. Чё, где его будем искать-то я не пойму. Ну не знаю, ну чё... Ряди там нет никого. В любом дороге просто искать. Нам нет смысла сюда по дороге всё. Неужели он по дороге просто тащит куда-то? Это бред. Ну это бред, ну... Может сарай есть какой-то рядом с ЖД. Я не знаю, ну где-то он его... Где это вообще? Всерьёз? Погоди посиди туда, Макс! Макс! Что-то красное. Слышишь натуру, а? Там мощи, погласи. Вадим. Илюх, стой! Илюх, стой! Илюх там... Стой! Стой! Там ловушка может быть? Там ловушка может быть? Куда ты летишь? Макс? Вадим... Вадим! Не сблизка! Вадим, иди туда. Слышь? Вадим? Поехали там, но мы здесь находимся. Вадим, иди туда! Вадим, иди сюда. С ним что-то не так. Кто? Иди туда домой, мы приехали за тобой. и за веществом быстрее это что что такое выливать и выливать что это что такое макс макс отпусти ствол отпусти пацана зачем он тебе нужен макс он походу ему что-то до этого вколол я вижу отпусти его да отвали ты от него вазим беги макс не надо он реально что-то в личку сани вадим находится чё делать просто не в адеквате честно происходит я не знаю чё с ним куда мы сейчас за ними проследим он сказал что там находится антидот или яд как раз да уберем это слушай макс есть где-то не просто все так должно быть макс если бы это был я там пугал его можно было подстрелить это явно антидот какой-то тогда в чем тогда прикол то что можно просто увольнуть антидот забрать а может быть там а не будет такого что сейчас мы увольнем возьмем антидот отпьем окажите антидот только убьем вадима у нас короче вариантов нет мы не можем рисковать сейчас ну чё будем делать тогда просто стоять как макс уходим все собрались погнали иди лёг просто показать то что вот смотри чё с ним делаю или чё нет я так понял чтобы мы ему не мешали потому что у него именно лекарство какое-то вадиму если мы сейчас убьем то получается вадим просто зато лекарство откинется я так это понял куда я тоже так понял макс еще и снег нашел какая жидкость пошел просто так типа доктор какой-то хирург который именно эксперимент просто чё ты с нами споришь ты не знаешь кто это такой даже вообще чем закрыты просто он наших не открывал волна он и говорил тогда помнишь в голосовом возможно как когда как у сайта нет давай не будем сейчас как мы сейчас можем помочь даже не знаю мы сейчас никак не можем помочь просто тут уходим так вот просто мило тут о чем мы сейчас делаем то есть ты хочешь его смерть на свои руки на свою душу взять а я не пойму ничего не случится пока мы отсутствуем но он по крайней мере сказал для него это гарант для маньяка что мы не лезем типа в его дело мы шли отсюда макс на духом и ничего не сделаем выдохните просто реально мы обязательно поможем ему к себе выдохните там бать ты видел вода я понял весь трясет он пачану но при этом он смог сказать что давайте пацаны домом никому только вот это вот никому лучше не рассказывать а маме вы чё сказать что она позволит кстати дача тебе сказать он же она у тебя значила ему он может сказать то что он да у меня но она скажет дома что он возвращался не как раз дождик скажу он сказал дождик домой не пойдет слушай ну ты можешь что-нибудь придумать скажи что у вас сейчас это но попросит трубку передать ему ну нет это все бред я не знаю мне кажется ей просто типа надо сказать то что я бы сказал бы что он просто не ночевал у него на самом деле все зачем брать просто сейчас получается на ответственность на себя берет и так хуже будет будет переживать да так и лег себя будет подставлять на что выбрал за последний как сказать что типа извините на можно знаешь что сказать что он боялся просто сказать что ему девочка спенза понравилось у него типа родители в командировку уехали он к ней пока поехал сказал типа к лёхе ну испугался типа ничего себе все-таки важный шаг там типа девчонка появился можно она может поверят поймет вот а мы попробуем решить вот прямо в ближайшие дни мол штук просто не бери тогда прям завтра пытаться вытаскивать ну я согласен будем пытаться да ладно довольно что надо будет от него ждать нартуре и на войти только давайте вообще не забирать не надо багажники ребят в общем получился вот такой вот сегодня контент для вас сделать но не совсем то что мы хотели мы хотели сегодня поквитаться с участковым крышно закончилось вот так как закончилось никто не ожидал что маньяк тут окажется как-то вообще задействован то что как-то может нам здесь помешать вмешаться в жизнь пацанов потому что пацанов и так сегодня сейчас период не особо хороший придется нам как все это расхлебывает доставать вадим из этой неприятности вообще в комментариях свое мнение как вы думаете стоит ли его родителям рассказывать что с ним произошло потому что повторюсь пацаны сейчас будут очень сильно представлять себя враньем и напишите в комментариях если у вас есть какие-то мысли как нам вытащить его дима от маньяка я вот реально думал что на этом канале то что не будет никаких маньяков то что никак наши может как так сказать событий будут переплетаться но получилось получилось набирать 40 тысяч лайков и я выпущу продолжение а мы сейчас поедем домой будем думать что вам дальше делать на этом все до новых встреч пока а